Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое блюдо. Блюдо. Сегодня у нас это хаш. Наверное, многие не знают, что это такое вообще. Вы хотели супчики, вы хотели домашнюю еду. Пожалуйста! Хаш это ножки осла. Ой, что я говорю, какого осла? Это ножки коровы, которые хорошенько отварены. Это кавказское блюдо. Также, кстати, хаш готовят из головы коровы. Но это мне как-то кажется противным. А ножки прям самое то. Очень калорийное блюдо. Ну, очень прям. Как это вкусно! Я давно хотела вообще снять это видео. Но дело в том, что это блюдо считается зимним блюдом. Поэтому я ждала похолодания. Варят эти ножки 3-4 часа. Нужно, чтобы хорошенько они прям отварились. Можно их есть. Но предварительно они, конечно же, обработанные. То есть мы покупали уже готовые очищенные ножки. Вот так вот выглядит. Горячий. Я специально начала снимать, пока он горячий. Потому что, когда остывает, это вообще невкусно. Это превращается в холодец. А я это не люблю. Еще, кстати, сегодня я столкнулась с такой проблемой. Я увидела, что мой аппарат для коррекции ногтей сломался. То есть он просто перестал включаться. Поэтому мне нужно пойти в салон и сделать себе ноготочки. Не знаю, может и впредь буду ходить в салон. Потому что, знаете, расходы выходят приблизительно столько же. Ты покупаешь базу, топ, у тебя ломается аппарат, который стоит недешево. Ты постоянно покупаешь новые цвета и так далее. Когда это все приплюсовываешь, получается даже дороже, чем ходить в салон. Я же не могу купить, например, один цвет и весь год делать маникюр только с одним оттенком. А здесь у нас ноготочки делают очень дешево. Поэтому думаю, что буду ходить в салон. Ну, посмотрим там по ходу. Привыкла я дома делать. Теперь не знаю, понравится мне в салоне или нет. Здесь, кстати, еще наш шарап. Это гранатовый соус, можно так назвать. Я слышала, что очень вкусно его именно с хашем. Вот так вот. Посмотрим. Нереально в тему вообще. Так. Это, наверное, копыта. Я не знаю, что это за часть. Сюда вообще в тему будет сухарики приготовить из хлеба. И прям накрошить сюда сухарики. Но я решила не заморачиваться по этому поводу. Мне кажется, моим зрителям из России покажется, что это дико, как можно есть ноги коровы. Все детство я ненавидела это блюдо, но мама всегда говорила, что это очень полезно. Потом я как-то начала приучать себя кушать все, что я не люблю. И поняла, что это восхитительно просто. В данном случае это готовила моя бабушка. Но у нас в ресторанах даже подают хаш. Но зимой. Кстати, если вам тоже интересно приготовить такое же блюдо, обязательно пишите в комментариях. Я на свой кулинарный канал обязательно сниму, как готовится хаш. Очень просто. Просто нужно время. Открываю свой инстаграм. Там я попросила вас задавать новые вопросы интересные. Что вы уже сделали. Сейчас буду отвечать на них. Я стараюсь выбирать те вопросы, которые до этого не были на моем канале. Чтобы не писали в комментариях, что все повторяется. Здесь девушка пишет, на какие секции ты ходила в школьные годы. Я всегда мечтала ходить на художественную гимнастику. У меня очень круто это получалось. Но тогда мы жили очень-очень скромно. И мама говорила, что это дорогой вид спорта. Секция была платная. Постоянно нужно было покупать новые купальники. Затем все они ехали на соревнования. Билеты нужно было оплачивать. Поэтому я не ходила. Но всегда мечтала. Я в детстве садилась на шпагат прям с легкостью. Садилась на мостик. То есть я никуда не ходила. Просто смотрела по телевизору. И пыталась это сделать. И у меня очень хорошо получалось. Сейчас я не жалею, что я не ходила. Потому что... Наша соседка, которая как раз таки мотивировала меня, чтобы начать ходить. Она занималась художественной гимнастикой. И вообще забросила учебу. То есть у нее просто не хватало времени учиться в школе. И мама тоже все силы вложила как раз таки в спорт. Но спорт, как вы знаете, вещь неблагодарная. Сейчас она работает тренером за копейки, если честно. То есть она мечтала, что у нее будет карьера. Огромные суммы. Поэтому я не понимаю людей, которые завидуют футболистам, завидуют каким-то спортсменам. И говорят, вот почему футболистам платят такие огромные зарплаты. Да блин, они вкладывают всю свою жизнь в этот спорт. И непонятно, станут ли они мировыми звездами или просто обычными тренерами. Поэтому я об этом ничуть не жалею. Даже хорошо, что так оно получилось, мне кажется. Потому что спорт весь жестокая. Получил ты какую-то травму, все, ты никому не нужен уже. Мне кажется, это стресс и для спортсмена тоже. Так что когда в инстаграме ставят какие-то посты, типа люди на заводе зарабатывают 3000, а почему футболисты зарабатывают 3 миллиона? Ну, к примеру, да. Я хочу вам сказать, что это на самом деле честно, потому что люди рискуют, люди вкладываются, люди работают. Я реально не могу заставить себя просто пойти в спортзал и начать заниматься чем-то. Например, когда не работает лифт, я сижу на лавочке и жду, пока лифт начнет работать. А вы представьте, люди трудятся каждый день. Ой, как вкусно было. Обычно у меня помидорки, огурчики сразу заканчиваются, но не в этом случае. Итак, следующий вопрос. Как называется село, из которого ты родом? Я даже не знаю, какое село именно назвать, потому что у меня папа родился в Кусарах, а село называется, по-моему, Аных. Да. Но я там была буквально 2-3 раза. 2 раза. Вот. Когда твой день рождения и твое любимое время года? Когда мне день рождения, я говорила, а вот насчет времени года любимого я очень-очень люблю весну. Даже лето не настолько люблю. Знаете, весной появляется какое-то вдохновение. Хочется любить быть любимым. Хочется как-то развиваться. Я не знаю, может, у вас не так, но у меня именно весной появляется какая-то мотивация. Хотя странно, что я начала свой канал именно осенью. 3 ноября будет ровно 2 года, как у меня есть канал на платформе YouTube. К сожалению, выпить до конца не могу, потому что я осталась голодная. Сейчас сяду и сниму для вас еще один какой-нибудь мукбанг, потому что порцию я взяла очень-очень маленькую. Многие пишут в комментариях, вот, обжора, все ешь, дома никому не оставляешь. Вот как раз-таки, чтобы и домашним что-то осталось от этого хаша, я им оставила половину. Как-то так. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал, может быть, для вас это мелочь. Для меня безумно приятно. Я вас всех очень-очень-очень сильно люблю. С вами была Кэмили. Всем пока!